Я рада представить федерального директора компании Global Intelligence Service, Тарас Гадаванюк! Друзья, всем доброе утро! Ого-го! Как вы? Супер! Давайте начинать сразу же с места и к материалу. У нас какая-то часть сейчас еще будет подтягиваться, но моя тема, она будет про тренды, она будет про тенденции, она будет про то, что может быть очень сильным инструментом и аргументом тогда, когда вы… У нас же сегодня такой более партнерский день, да? Мы сегодня говорим про то, как быть эффективным в бизнесе в плане реализации продукта, партнерской программы и так далее. Сегодня мы поговорим про те тенденции, которые в нашей жизни сейчас приходят и они устоялись, что ли? Они стали уже какой-то нормой, они стали уже какой-то привычкой. Это определенные цифровые привычки. Ну вот давайте вместе с вами подумаем и посмотрим, к чему мы сейчас привыкли, что является обиходом и повседневностью нашей жизни. Это то, что даже вот многие сейчас это делают. Где вы все? Где? Да, да, вы все. Вчера я перемещался по залу, смотрел на людей, которые там не просто вкл-выкл зашли, там мессенджеры проверили, а они еще реально там работают, какие-то счета отправляют, что-то подписывают, в онлайн-банке сидят и так далее. И вот сейчас многим из вас я просто рекомендую, я вижу ваши лица, кстати, когда вы в телефонах, у вас вот экран светится, и я вот вижу в темноте, что вы вот уделите сегодняшнюю часть дня на то, чтобы инвестировать ее в себя, сюда, в материал, в цену, с тех людей, которые здесь будут отдаваться. К телефону можно возвращаться, но не пропускать для себя важное. Сегодня мы тоже будем говорить про важное и про фокус. Цифровые привычки. Сильно все трансформировалось, и на сегодняшний день примерно 68% населения это те люди, которые имеют какое-то присутствие в онлайне, они так или иначе находятся в рамках там мобильных телефонов, смартфонов, и ну треть, да, то есть почти там 30% своей жизни и там трудоспособного населения, они находятся в онлайне. Это что касается как бы, ну вот эта статистика прошлое, это мир, да, а вот это уже больше к нам. Материала очень много, много контента. Будем, давайте вот из примеров говорить про одну площадку, да, то есть которая является видеохостингом, который всем знаком. Огромное количество видео загружается там на тот же самый YouTube. Это более трех миллионов различных видеоматериалов, сотни тысяч часов контента, и этого очень много. Представляете, сколько авторов, там какое количество материалов там загружают, и если мы говорим только про YouTube, но есть еще и другие социальные сети, да, там в России сейчас распространенная история с контактом. Когда-то была социальная сеть, которой мы продолжаем пользоваться, да, через там определенное подключение. То есть вот это все дает определенный информационный шум вокруг. Каждый день постоянно кто-то засыпает, пока там не проверит все шторочки, да, просыпается, сразу же берется за телефон. И это привычка, да, то есть уже по-другому, ну, я не вижу, что будет. Скорее всего, будет так и продолжаться. И как в этом не погрязнуть, как в этом не утонуть, есть определенные, значит, моменты и вот тезисы, триггеры, да, тенденции, о которых мы сегодня будем говорить в рамках моего выступления. Ну, одна из них, наверное, это вы видите, насколько сегодня в этом плане идет агрессивная, скажем так, политика, реклама разных брендов. Вот давайте так, один из брендов телефонной связи, который на рынок заходит достаточно агрессивно, последние два-три года, давайте я вам скажу про цвет, это такой черно-белый бренд, да, не будем говорить какой, но представьте просто, какая идет тотальная борьба за внимание, за наше с вами внимание, чтобы мы сюда его, ну, переместили, да, или обратили. И вот это огромные бюджеты на самом деле, да, то есть чтобы конкурировать вот в этом, скажем так, кровавом рынке, когда много игроков, которые точно так же пытаются тотально захватить внимание человека. Соответственно, новые тренды, они появляются каждый день, и сегодня очень важно удерживать фокус. Причем, вот вы помните, как мы с вами, потому что здесь, ну, плюс-минус такая, значит, аудитория точно, вот нас кто там 25 и старше, нас чуть побольше в этом зале. Вы помните, наше с вами, ну, давайте так, детство, где-то в районе там 10 лет, 12 лет, что мы с вами делали? Мы с вами были тогда подвержены каким-то вот этим цифровым привычкам или нет? Нет, что мы делали? Гуляли, играли, прыгали по гаражам, догоняли кошку, ей там что-то под хвост, она бежит, весело, правильно? Мы по-другому проводили время. Вот сегодня, если молодое поколение будет проводить время так, то в будущем, в конкурентной гонке они будут отставать, они будут где-то на позициях чуть ниже. Поэтому я вижу и я верю, что будет происходить тенденция, то есть вот моя дочь старшая, ей 5 лет, я прекрасно понимаю, что если сейчас ее отправить бегать по гаражам, она потом в конкурентной гонке проиграет. Поэтому где она сегодня? Она сегодня уже в рамках этих цифровых привычек. Сама там ищет себе материал на ютубе, какие-то мультфильмы смотрит, что-то увидела, то есть там с поисковиком начинает разбираться. И вот эта вот история про фокус и про удерживать внимание, она является, на мой взгляд, ключевой. Вот здесь она у нас. То есть поделюсь с вами одной рекомендацией. Когда я встречаюсь с каким-то человеком на уровне стратегического партнерства, по направлению UDS, по каким-то другим своим направлениям, для меня очень важно, что потом проанализировать, ну, к примеру, одну из или там все социальные сети. На предмет чего? Я смотрю, какой контент человек потребляет. Это очень важно. То есть если у него там что-то смешное, прикольчики, котятки, собачки, я понимаю, там вот фокус у человека супер размыт. То есть он вот такой, гуляющий очень сильно. То есть я начинаю так уже с более как бы осторожной позиции присматриваться. Вообще, какое дело можно делать там дальше с этим человеком? Понимаете? Интересная рекомендация. Посмотрите по своим партнерам, на какие аккаунты, на какие каналы они подписаны. То есть вот тут вот тоже. То есть если фокус не размывается, то мы быстрее приходим к какой-то намеченной цели. Значит, уметь принимать много решений самостоятельно, быстро и так далее. Это хороший навык, правильный? На мой взгляд, да. Потому что тоже проводили очень большое исследование, опрашивали более 10 тысяч людей, которые так или иначе по средним показателям пришли к успеху, к богатству, к своим целям. И знаете, что было основным из критериев, почему большая часть респондентов достигали там целей поставленных? Вот знаете почему? Они экспериментировали. Они больше всего экспериментов с тем, что они делают, чем они занимаются, провели за там большую часть своей жизни. Выделили там основное, куда нужно тотально сфокусироваться и углубились только в это направление. И там получили очень гармоничный рост. Поэтому умение принимать быстрые решения – это тренд, это тенденция, которая в 2024 году будет только усиливаться. Далее. Быть гибким и легко адаптироваться к переменам. С 2020 года перемены в нашей жизни. Заметили? Да? Ой, как весело. Представляете, этого бы не было. На мой взгляд, это очень сильно нас подготавливает к тому, что может быть когда-то еще в ближайшее время какие-то турбулентности, но мы к этому… Смотрите, сколько прошли за последние 3-4 года. Очень интересно. Очень интересно. Хорошо. Идем дальше. Тренд, тенденция на саморазвитие. Есть такое? Сегодня все эти курсы, что-то люди развиваются. 10 лет назад, вспомните? Другу говоришь, на тренинг пошел или там пошел куда-то на обучение или что-то там у тебя какое-то саморазвитие. Он говорит, ты что, все? Ты все? Говорит, отлетел? Сегодня нормально, правильно? С одного обучения, с одного курса на второй и так далее. То есть главная инвестиция в жизни, точно так же, как у нас эта инвестиция, исключительно в себя, в свой рост, в свое саморазвитие. И вот эти люди, которые через время каких-то трансформаций, потому что на это точно нужно время, проходят какой-то этап, эти люди становятся, ну скажем так, по-своему самодостаточными. Если перейти к следующему тренду, мы сейчас их будем по порядку связывать, то часто ли вы сейчас наблюдаете ситуацию, как сверху на картинке? Видели такое в последнее время? Ну там были какие-то… Кто? Видел кто-то? Было, да? Это когда была вот эта история с гречкой, с бумагой, да? С яйцами, да, у кого-то. Господи, ребята, вы в какие магазины ходите? Я редко такое наблюдал вообще, я такое могу наблюдать только вот на подобных фотографиях где-то там из сети, да, вот ну не больше. Мы все с вами привыкли к изобилию, мы сегодня, ну обратите внимание, как эти привычки, как эти тенденции поменялись, когда там 5-10 лет назад мы ходили в одни магазины, сегодня мы ходим в другие, где нас, ну нет уже вот этого человека, которому говоришь, дай мне палку полукопченой. Вот нет этих людей, ты сам прошел, взял, что хотел, таким образом и набрал больше, и вот там тележка у тебя уже вся завалена, ты выходишь, пик и все, и нормально, спокойно поехал домой, правильно? Ну как-то так сейчас чаще всего происходит. И вот люди, которые к этому привыкли, да, то есть дефицита очень мало, оно все на самом деле осталось где-то позади, и мы этого, ну по факту сейчас не видим. И ресурсов достаточно, чтобы получать желаемое на 100%, то есть люди, которые вот видят вот все вокруг, да, то есть мы, нам жизнь подсвечивает. Где-то автомобиль какой-то проехал, да, такой мы такие, ну какой автомобиль, или кто-то там из приятелей, из друзей поехал куда-то на курорт отдыхать, еще что-то. Ресурсов, вот вы представляете, сколько в этом мире денег, их очень много, только они распределены иногда не совсем так, как нам хотелось бы, на самом деле, то есть ресурсов достаточно. И вот эти вот ресурсы, они есть, и люди их хотят, и лучше всего, чтобы это было легко, быстро и азартно. И когда у человека есть вот эта вот история с саморазвитием, он понимает, что ресурсов много, что полки сейчас не пустые, а там достаточно изобильно все. Этот человек хочет, чтобы вокруг было больше таких людей, которые вот такие же, да, знаете, самодостаточные, скажем так. И еще один очень большой тренд, очень большая тенденция, это заходить в какие-то сообщества или создавать вокруг себя сообщества людей, которые вот по предыдущим пунктам, которые мы пробегались, соответствуют этим критериям. Вы согласны? Вот у нас здесь сейчас точно так же, там продукт UDS, партнерство нас объединяет в том, чтобы, да, то есть быть вместе, да, творить, скажем так, добро для предпринимателей, для партнеров, развиваться здесь гармонично и стать частью единого сообщества. Это престижно. Много бизнес-клубов, которые вы сейчас видите, где-то в сети, где-то вокруг вас, которые с каким-то там членским входом в год, когда-то это 500 тысяч, когда-то миллион и все в порядке. И вы видели, сколько там людей? Достаточно много. За что они платят? Быть вхожим в это сообщество по факту, да, то есть, ну, то есть там есть еще какие-то моменты в плане там коллаборации и так далее. И вот эти вот тренды, новый год, новый месяц, всегда тренды какие-то будут появляться. И важно под них, предыдущий где-то тезис был, подстраиваться, вот точно так же иметь возможность анализировать с открытыми глазами, с open mind, да, с открытым разумом, анализировать то, что происходит и подстраиваться под все тренды, которые сегодня актуальны. И еще одна очень важная история, когда, ну, например, я начинал партнерство, это было 7 лет назад, в январе 2017 года, решение, не могу сказать, что было какое-то, знаете, наверное, такое, вот когда решил, оно было быстрое, но до этого было какое-то время, что оно тянулось и так далее. И для меня ключевой фактор это были в том числе репутационные риски. Насколько компания долго будет на рынке, насколько продукт будет действительно полезен для бизнеса. И вот в этой идее, когда, ну, по крайней мере, я очень сильно соединился, тогда не осталось абсолютно никаких вопросов. Да, ну, тогда вот все прозрачно, все понятно. Здесь как бы пришло понимание в одном аспекте бизнеса, во втором, в третьем. И вот эта вот история, которую мы делаем, да, в этом году мы будем праздновать десятилетие компании, эта история, она в долгую. Вот это мне нравится. То есть тренд сегодня – это быть профессионалом, усовершенствовать свои навыки в каком-то, ну, то есть выделять какое-то из всех своих там направлений одно, в котором ты точно можешь прирасти лучше, можешь прирасти больше и выделять это для себя как, ну, то есть некая основа. И поэтому здесь вот, да, из тренда в тренд прыгать редко, когда получается. У кого-то получается, но, как бы, таких людей достаточно мало. Если я выбрал одно направление, трендовое, и оно сочетает в себе, вот давайте по критериям дальше, критерии, которые, на мой взгляд, в том числе, они соответствуют критериям, ну, то есть бизнеса, который он должен быть сегодня, в 2024 году. И давайте здесь по порядку. Бизнес должен быть современным, точно? Да, чтобы он отвечал, вот если мы бы сегодня занимались тем, чтобы продавали печатные, знаете, раньше были люди, которые набирали текст, печатали. Вот мы бы сегодня были современными. Нет, однозначно. Тенденция современности у нас, ну, как бы, в рамках, давайте вот параллели проводить в целом бизнеса и конкретно там партнерства, продукта и того, чем мы занимаемся в рамках развития команд, там, партнерской сети. Перспективным. Есть перспектива? Я бы не занимался этим направлением, если бы я не видел очень большую перспективу роста. Меня очень сильно вдохновляют те вещи, которые говорит Вячеслав со сцены. Про перспективность, про продукты, про рынки, про то, куда мы пойдем. Меня вдохновляет вчера история Валеры. Валера, спасибо тебе большое за это, за то, что, ну, то есть у нас приезжают, и вот это офигенный момент, да, даже визуальный, когда выходят ребята вот в этих шапках, да, скоро к нам будут приезжать ребята, которые с этими, саблями, с чем там еще, ну, из каких-то стран. Прикольно, ну, круто. Тем самым мы показываем пример того, что это возможно, и это несложно. И растущим, легальным, доходным, командным. Вот это, опять же, про сообщество людей, которые приходят на нас, и которые пропитываются той философией, те идеи, теми возможностями и несут их дальше. Мы часто на переговорах, вот поделюсь с вами, говорим исключительно про финансовую выгоду. В 90% случаев, когда мы говорим про бизнес, мы говорим про деньги, но часто мы забываем про вот эти тенденции, про вот эти тренды, которые для человека тоже важны. Мы не часто говорим про сообщество, про комьюнити, про людей, которые нас окружают здесь. Даже через это мероприятие, через вчерашний день, многие из вас поняли, что нифига какое крутое сообщество, люди какие у нас, правильно? И кто-то начинал свой бизнес месяц-два назад в маленьком городе или как бы без, в большом городе, без партнеров рядом, приехал сюда и видит, что вот это реально единая команда, большой организм, большая, такая большая дружная семья, иногда говорю, и масштабным это промасштабировать, опять же про другие страны, ну и онлайн. Если бы здесь не было последнего критерия, скорее всего, что, ну, мой бизнес не был бы в такой легкости, я бы им, возможно, вообще не занимался, потому что, ну вот даже взять меня из, немножко цифр, из 80 партнеров личных у меня, личных, больше половины это люди, которые из онлайна. Или социальные сети, или мне написали, спросили, или я с кем-то сделал первое касание. Все. То есть критерий онлайна, он супер важен, нам на это важно обращать пристальное внимание, и об этом я завтра со своим партнером Станей Игнатьевой буду отдельно разбирать на вип-обучении этот блок, как сделать так, чтобы в следующем году у вас больше половины ваших личных партнеров, ваших лицензий. Это была работа через онлайн, это была работа через социальные сети, от меня будет такой короткий блок, что в этом нужно делать. Поэтому этот критерий, он тоже очень важен, потому что это тоже тренд, это тоже тенденция, которую, ну то есть у нас есть классическая система работы, очень классная и очень эффективная. Плюс вчера вы видели новости про офисы, которые у нас будут сейчас новые, новые появляться в разных регионах. И вот это очень важный фактор, на это стоит обращать внимание. И про тренды, про тенденции, вот некоторые вбросы вы сейчас получили и поняли, что сегодня является, знаете, ключевыми критериями, каким должен быть бизнес. И я могу сказать, что нам очень сильно повезло, потому что все эти критерии, они у нас сочетаются. Вот об этом в том числе важно говорить с потенциальными кандидатами, я имею в виду партнеров, потому что с клиентами здесь все понятно, у нас есть очень твердый продукт, очень современный продукт, который тоже в рамках многих пунктов тенденций попадает. Но когда мы говорим про развитие сети, развитие команды, если у нас будет в два раза больше партнеров, то у нас по факту, мы видим эти цифры, будет в два раза больше клиентов. Одно из другого вытекает. То есть мы уже смотрели и так, и так, но ключевой критерий – в два раза больше партнеров, в два раза больше клиентов. Это нужно держать постоянно как бы в фокусе своего внимания. Идея – самый дешевый товар, но люди, которые могут эти идеи эффективно реализовывать, эти люди поистине самые ценные. И вот этих людей, таких вот сильных, приверженных, умных, опытных, конструктивных, амбициозных, в этом бизнесе мы, наверное, через в том числе такие мероприятия, наше сообщество, хотим показать внутреннюю картинку, как это работает. Поэтому, ребят, я хочу от всей души вас поздравить, что мы с вами в нужное время, в нужном месте, в правильном состоянии ума, сейчас вот в этой энергии можем за 24-й год сделать самые большие результаты, которых не было до этого 9 лет. Потому что у нас юбилей. У нас будет в этом году 10 лет. И я верю, что многие из вас, даже те, кто… Вчера ребята об этом говорили. Так же, как я когда-то сидел на последнем ряду и такой, так, ну ладно. А потом все равно происходит этап, когда так или иначе ты начинаешь расти, развиваться, приезжать на мероприятия, уже не один, уже вас двое, потом вас пятеро, потом вас десять. А потом происходят моменты, когда ты попадаешь в номинации, а потом тебе дарят статуэтку, а потом вот этот вот фонтан весь, видели вчера, да? А потом вот слезы радости. Круто? Круто! Поэтому эти люди бесценны. И мы этих людей каждый день создаем внутри нашего сообщества. У меня на этом все. Спасибо большое. Увидимся с вами во второй части.